Приветствую! В этом видео мы поговорим о том, кто может не обновлять данные. Да, вот так вот, несмотря на то, что в предыдущих видео я вас запугивал, что будут штрафы, будут запрещать управлять транспортным средством, что будут административные задержания и доставка в ТЦК и СП, сейчас мы поговорим, кого это не касается. Вот есть люди, которые могут не обновить данные, и никакого штрафа им, никакой доставки, ничего это их не коснется. Кто же эти люди? Ответ на этот вопрос есть в законе 36.33, который мы помним еще как законопроект 10.449. Давайте его смотреть. А в этом законе сказано следующее. Громадяны Украины, которые пребывают на військовом облике, зобовязаны протягом 60 дней в дня набрания чинности этим законом, уточниты адресу проживания, номер и засоби в звязку и адрес электронной пошты, таинчи персональные данные. И именно в этом абзаце, в переходных положениях этого закона указано, кому конкретно нужно обновить данные. И вы скажете, стоп, Олег, но ты же говорил, что расскажешь, кому не нужно обновлять данные. Да, именно так. Поскольку здесь мы, чтобы разобраться с этим вопросом, должны действовать по принципу от обратного. Если закон нам указал, кто должен обновить данные, то, соответственно, те люди, которые не попадают под эти критерии, тех, кто должен, они не должны обновлять данные. И, соответственно, какой мы можем сделать вывод? Кто не должен обновить данные? Это люди, которые не пребывают на воинском учете. То есть те, кто пребывают на воинском учете, они должны обновить данные, независимо от своего статуса, там, пригоден к воинской службе, ограниченно пригоден, там, непридатный в мирный час обмежен, а придатный у военный. Эти люди должны обновить свои данные, если они пребывают на воинском учете. Ну, а, как правило, они пребывают. А вот те люди, которые не пребывают на воинском учете, а это кто? Это те люди, у которых стоит, например, отметка, что он исключен с воинского учета. Все. Он не пребывает на воинском учете, он с него исключен. Понятно, что он данные не обязан обновлять. Те люди, которые сняты с воинского учета, то есть если последний штамп у вас стоит снят с воинского учета, вы тоже не обязаны обновлять данные, потому что вы не пребываете на воинском учете, вы сняты с него. При этом хочу обратить ваше внимание, что в этом правиле есть одно исключение, и оно здесь же в переходных положениях закона 36.33 абзацем выше. Вот здесь речь идет о гражданах Украины, которые сняты с воинского учета в связи с выездом из Украины на срок более трех месяцев. Но у них совершенно другая история, у них и срок другой установлен, и привязка идет не к вступлению в силу закона 36.33, а к моменту принятия постановы, которая регулировать будет вопрос воинского учета людей, которые пребывают за границей. То есть это отдельный вопрос, и они, эти люди, должны будут встать соответственно на учет. Итак, еще раз. Те люди, которые на сегодняшний день исключены с учета, и те люди, которые сняты с учета, они по правилам, установленным законам, обращу внимание, это закон, это не постанова, несмотря на то, что это переходные положения закона, они все равно имеют силу закона. И соответственно, здесь закон четко определил. Стоишь на воинском учете, обновляй данные. И соответственно, если не стоишь, все, ты не должен обновлять данные. Но, но, хочется обратить внимание, что естественно, здесь есть но, и я понимаю, что кто-то уже в комментариях точно пишет, Олег, а там же в части 3 статьи 22 есть же еще одно правило, что военно обязанные должны обновить свои данные, там, вернее как, инчи висково-зобовязани, в течение 60 дней с момента, когда набывает чинности указ про оголошение мобилизации. Ну, здесь, во-первых, указ про оголошение мобилизации в ближайшее время не предвидится, потому что она была оголошена еще в 22-м году, а дальше продление сроков мобилизации. Поэтому здесь уже по срокам не подходит. А второй момент, там кто сказано, как сказано, инчи висково-зобовязани, а висково-зобовязани это кто? Да это же те люди, которые пребывают на учете. То есть, это те люди, которые попадают, собственно говоря, в первую категорию. Люди, которые пребывают на учете. То есть, соответственно, любые военно-обязанные, которые пребывают на учете военно-обязанных, а также, к слову, и призывники, и резервисты, они должны, если они стоят на учете, обновить свои данные. Итак, все, подводим итоги. Повторюсь еще раз. Если вы стоите на учете, неважно призывников, резервистов или военно-обязанных, значит, вы должны обновить данные. Если вы исключены с учета, сняты с учета, либо никогда не пребывали на учете, обязанности обновлять данные у вас нет. Все. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка есть в описании к видео. Также название его вы видите сейчас на экране. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.